здравствуйте дорогие друзья итак сложная потрясающая недельная глава трума а так как мы живем по недельным главам и не распространяются на нашу жизнь надо попытаться разобраться что здесь такое интересного есть речь идет о постройке святилища для творца дома для то есть человек сказал вот буду строить дом для творца причем это творец данному указания потому что если мы сами это решили это было проявление наглости или там мания величия представьте себе подходит там какой-то бедный нищик самому богатому человеку мира и сейчас я тебе тут построю такое что смешно на самом деле надо разобраться в двух вопросах во первых зачем человеку нужно строить дом для своего творца а во вторых как можно построить маленький дом для того кто бесконечен кто наполняет весь мир джонатан сакс раввин великобритании он был в хороших отношениях с тони блэром который вообще был достаточно верующим человеком каждый день читал библию от вечера он как-то пришел к главному раввину говорит уважаемый раввин вот скажи весь рассказ в библии о сотворении мира вселенной все что наполняет планет мировоздания примерно 40 стихов в начале книги бытия с другой стороны в книге исход четыре недельные главы полностью включает себя 400 стихов и рассказывает нам о скине и там и так далее почему такая странность главный раввин ответил ему возможно тора хотела намекнуть нам что построить дом для творца во вселенной для нас не менее сложным чем для него сотворить весь мир поэтому а если так то зачем тогда это нужно на моему говорят мудрецы что это самая большая тайна мироздания мешкан таким образом это это продолжение дорывания торы на синае это дорывание тора ведь была кульминация в истории человечества такой моментом ну представьте себе люди лицом к лицу встретились творцом имели возможность с ним говорить а мешкан это точка соприкосновения между небом и землей как спутниковая станция которая служит звеном связующей между человеком и космосом и вы знаете вот спросили как-то маленького мэнахин мендела который был потом назван ангел из скотска где находится всевышний он ответил что если разобраться он находится в любом месте куда ему позволяют войти то есть всевышний может осенить на своим присутствием только если мы даем ему место так устроен мир это вещь которую надо понять мешкан не только дом для бога но и дом который подготавливает вот здесь вот сердце человека к служению сделайте мне обиталища я буду обитать в них в них то есть мог что говорит в первую очередь что вы построите себя построите свое сердце в течение вашей жизни вы должны построить себя как место где я могу пребывать человек должен прилагать усилия к духовному росту к восхождению какому-то в духовности чтобы его место освобождалось место для существования творца обратите внимание когда люди перешли море там они что жаловаться начали сначала был дефицит воды там потом вода горькая потом ну и так далее затем что было после синайского откровения золотая телец и так далее то есть если даже беспрецедентные чудеса не могут вразумить всех а что может тогда и тогда бог сказал пускай они построят что-нибудь вместе это простое решение изменило все за время строительства скини и не было ни одной жалобы ни одного бунта ничего люди жертвовали на строительство кто золото кто серебро кто ткани и так далее они принесли много дорог и вот о чем говорит главное здесь пословица как бы нас изменяет не то что для нас сделал бог а то что мы сделали для бога это потрясающая формулировка выведенная каббалиста мне надо вдуматься повторить ее себе несколько раз книги заар объясняется что мешкана позже храм это прообраз духовного мира от него в свою очередь духовного зависит весь наш материальный мир и поэтому вот каждый человек это прообраз храма маленький храм миниатюры вселенная во всем миниатюре а сердце это прообраз святая святых и так казалось бы выстроить дом для бога просто невозможно более того в этом вроде как бы нет необходимости ведь вездесущему богу можно обратиться где угодно можешь вызвать богу в пропасти с горе в трущобах во дворце где угодно разгадка здесь и мудрецы говорили нам она открывает нам глаза на суть всего бог живет не в строениях а в строителях послушайте какая потрясающая мысль не в каменных зданиях а в сердцах которым помогает раскрыться в таких вот более менее духовных местах еврейские мудрецы говорили что в нашей недельной главе бог сказал пусть они построят мне святилище чтобы я обитал в них а не чтобы обитать в нем да не в святилище таким образом мы имеем здесь самый главный ответ бог сказал нам что надо делать твоя задача человек сказала очистить свое сердце продвигаться к духовности остальное сделаю я браха в ацлаха а